Инспирия Мрачно изрекает мадам Пеони Лейн первую фразу предсказания, которая определит всю оставшуюся жизнь Фрэнсис Адамс. В отличие от двух хихикающих над этим дурным спектаклем подружек, притихшая Фрэнсис не сводит глаз сидящей перед ней женщины. Все здесь буквально кричит о Голливудчине самого низкого пошиба. От украшающих шатера липоватых занавесок из бусин до шелкового тюрбана Пеони Лейн. Самой Пеони Лейн не больше двадцати, хотя она добавляет голосу хрипотцы в попытке выглядеть существом без возраста, но получается не очень. Вообще-то получается настолько неуклюже, что почти никто не принимает ее всерьез, за исключением Фрэнсис. Она впитывает каждое слово с религиозным рвением, и с каждым новым предсказанием ее лицо еще сильнее напрягается. Фрэнсис как горячая вода, почти доведенная до кипения. От нее вовсю поднимается пар, но все-таки она пока не булькает. Когда девушки выходят из темного шатра гадалки, Фрэнсис даже не моргает на ярком августовском солнце. Ее длинные распущенные волосы отливают красноватым золотом. Продавец яблок в карамели бросает на нее долгий взгляд, но она его не замечает. Она вообще ничего не замечает, после того, как услышала мрачное предсказание. Эмили берет Фрэнсис за левую руку, а Роуз за правую. И три девушки идут, как венок из ромашек, пробираясь между лотками с антиквариатом и безделушками. Они отворачиваются от мясника, продающего сосиски, но останавливаются, чтобы поглазеть на серебряное ожерелье, нагретые солнечными лучами. Эмили покупает изящную цепочку с подвеской в виде птички, хотя это всего лишь уловка, чтобы переключить внимание Фрэнсис. По словам Эмили, это хороший амулет. Наконец, Роуз все-таки говорит напрямик. «Фрэнсис, выглядишь так, словно уже умерла». Роуз пихает подругу локтем в попытке вернуть ее к жизни, но лицо той становится еще мрачнее. «Ты же понимаешь, что все это чушь. Никто не может предсказать будущее». Эмили связывает длинные белокурые волосы лентой и застегивает на шеи цепочку с псичкой. Подвеска вспыхивает крохотным эхом сияющих на солнце ножей на прилавке с охотничьими принадлежностями за спинами девушек. Фрэнсис в ужасе смотрит на цепочку. «В чем дело?» — спрашивает Эмили беспечным голоском, но с серьезным видом. «Птица», — шепчет Фрэнсис и щурится. «Гадалка сказала. Тебя предаст птица». «Тогда у меня есть отличное решение», — заявляет Эмили. Она ныряет в толпу и возвращается через несколько минут. В ее ладони сверкают две серебряные цепочки с птичками. «Для тебя и Роуз», — хитро улыбается она. «Так ты никогда не узнаешь, какая птица тебя предаст». Она, как свойственная ее натуре, простодушна и искренне смеется. Фрэнсис в отчаянии смотрит на Роуз, надеясь на понимание. Но та тоже смеется. «Я правда считаю, что это отличная мысль. Возьми судьбу в свои руки». В качестве демонстрации Роуз надевает цепочку. Фрэнсис колеблется, но все-таки кладет цепочку в карман юбки. «Я подумаю». «Да ладно тебе, Фрэнсис», — фыркает Эмили. «Если будешь такой кислый, мне точно придется тебя убить». В уголках ее глаз появляются морщинки, словно она вот-вот снова засмеется. И Эмили вновь сплетает руки с руками под рук. «Может, вы обе уже перестанете делать вид, будто это было совершенно не страшно?» Фрэнсис выдергивает руки и резко останавливается. Она вытирает потные ладони о простую хлопковую юбку и скрещивает руки на груди. Из кармана юбки торчит треугольник миниатюрного блокнота, а на ее пальцах виднеются чернильные пятна. Она лихорадочно записывала каждое слово гадалки. Роуз в два больших шага сокращает расстояние между ними и обнимает Фрэнсис за плечи. Ее короткие черные волосы касаются щеки подруги. «По-моему, та девица над тобой и подшутила». «Но убийство, Роуз. Я не могу просто выкинуть это из головы». Эмили закатывает глаза. «Да брось, Фрэнсис, хватит, пошли!» Она откусывает каждое слово, как хрустящий кусочек яблока. При взгляде на Роуз, похожую на белоснежку и сияющую золотом Эмили, Фрэнсис вдруг кажется, что все они сказочные персонажи. А в сказках, когда ведьма предсказывает судьбу, лучше к ней прислушаться. Эмили и Роуз снова берут Фрэнсис под руки и идут по ярмарке дальше. Но теперь медленно, как будто сквозь вату. Солнце еще палит. Из бочонков в передвижных киосках по-прежнему льется рекой Эль. Воздух кажется липким от горелых леденцов и слабого запаха дыма. Но Фрэнсис ступает тяжело и целеустремленно. Она снова и снова шепчет себе под нос слова гадалки, пока они не впечатываются в память. «Я вижу в твоем будущем скелет. Когда зажмешь в правой ладони королеву, начнется твое медленное увядание. Остерегайся одинокой птицы, ибо она тебя предаст. И с этого момента едва ли повернешь назад. Но, дочери, ключ к правосудию. Найди одну нужную и не отпускай от себя. Все указывает на то, что тебя убьют». Предсказание было настолько нелепым, что следовало бы расхохотаться. Но эти слова посеяли сомнения в голове Фрэнсис и уже пустили маленькие отравленные корни. Подруги постарались весело провести вечер, и вскоре смех звучал не так натужно. Снова посыпались шутки и сплетни, все мелочи, так украшающие их дружбу. Шестнадцать лет взлета и падения так же естественны, как дыхание, а эта троица дышала глубже большинства. Но цифра три оказалась для них несчастливой. Всего через год трех подруг не станет. Одна из них исчезнет, и отнюдь не Фрэнсис Адамс. Дело так и останется нераскрытым. А в папке с коротким отчетом о пропавшей будет лежать лишь одна улика. Маленький полиэтиленовый пакетик с серебряной цепочкой и крохотной птичкой на ней. Глава первая. В такие душные летние вечера воздух кажется настолько густым, что в нем можно плыть. Когда я выныриваю с прогулки по Пикадилли-лейн, даже затхлая атмосфера станции Эрлскорт ощущается глотком свежего воздуха. Преодолевая три лестничных пролета по пути наверх, я копаюсь в рюкзаке в поисках бутылки с водой. Однако нахожу только термос с остывшим утренним кофе. Пока я глотаю остатки кофе, мимо как городские газели несутся под жарые мужчины. Как бы ни было противно глотать кофейную гущу, мне нужен кофеин. Гудит телефон, и я вытаскиваю его из кармана, подавляя желание посмотреть почту. И отвечаю на звонок. «Дженни!» В мой голос, наконец, просачивается истощение. «Умоляю, скажи, что ты уже в пути. Я не могу снова оказаться в мамином подвале без поддержки. Убираясь там на прошлой неделе, я наткнулась на пауков, огроменных. Я уже тут, — отвечает она. — Стою на крыльце. Дожидаюсь тебя. Ужасно не хочется, чтобы твоя мама таскала меня по дому и рассказывала, какие стены собирается снести. Отлично. И, кстати, вряд ли ей разрешат сносить в доме стены. Он ведь ей не принадлежит. Хм, веская причина. А у неё, видимо, сейчас очередной приступ дизайнерской лихорадки. Ведь не за горами её персональная выставка в Тейт. Я морщусь. Мама — художница, довольно известная и успешная. Точнее, была, пока интерес к её работам не поугас. К сожалению, заминка в карьере совпала с потерей денег, заработанных ранее. Поэтому большую часть моего детства мы балансировали на тонком канате между жизнью бездомных скитальцев и неприхотливых представителей богемы. Ну, мамина дизайнерская лихорадка помогает мне без конца не проверять пустую папку с входящими, так что я поддержу любые её начинания. Мой рюкзак забит образцами краски и едва сдерживаемым разочарованием. Я готова взяться за подвал. Но только кроме пауков. Это твоя задача. — Ого! Собственная армия пауков! — мурлыкает Дженни. — Всю жизнь мечтала. Она на секунду умолкает, словно тщательно обдумывая следующую фразу. — А почему тебя беспокоит отсутствие писем? Ты снова отправила роман в издательство? Дженни — моя лучшая подруга с девяти лет. В прошлом месяце меня сократили с низкооплачиваемой офисной работы, и Дженни выступила идеальной смесью плеча, чтобы выплакаться, и личного мотивационного коуча. Она заявила, что это отличная возможность исполнить мою мечту — писать детективы. Ведь не у каждого начинающего писателя есть мама с домом из восьми комнат в центре Лондона, где можно жить бесплатно, выполняя разные странные поручения. Нетипичные условия для девушки двадцати пяти лет — вернуться домой и терпеть переменчивое маминое настроение. Именно этого я и пыталась избежать, когда от неё съезжала, так что моё теперешнее положение выглядело как шаг назад. Зато в моём распоряжении оказался целый этаж дома в Челси, так романтично приходящего в упадок. Челси — исторический район Лондона, бывший ранее его пригородом. В моей детской висит пыльная хрустальная люстра с отсутствующими подвесками, отбрасывающая призрачный свет на старинную пишущую машинку, обнаруженную в шкафу. Я ей не пользуюсь. Только время от времени клацаю по клавишам для создания атмосферы. У неё пластмассовый клетчатый футляр в духе шестидесятых, а я их обожаю. Я начала рассылать последнюю рукопись литературным агентством. Признаюсь я и прикусываю губу, когда Дженни не отвечает. Первое письмо я отправила всего неделю назад. Вытираю пот с затылка и выхожу на Эрлс-Корт-Роуд, лавируя между людьми. Рюкзак весит тонну, но в книжном была распродажа, и я не устояла. К тому же у меня есть оправдание для покупки семи романов Агаты Кристи в переплёте. Это учебное пособие. Но мне уже кажется, что книга ужасна. Вовсе не ужасна. Нет, правда. Я просто этого не понимала, пока не отправила. Но ты была так внеуверена, восклицает Дженни. Я слышу в её голосе особые переливы. Она готовится перейти в режим группы поддержки. Однако я успеваю её прервать. Да, но теперь я поумнела. Знаешь, как бывает, когда к тебе случайно подходит чей-то малыш, и его мама вся сияет, думая, что тебя он умиляет так же, как и её. А у ребёнка текут сопли, и к одежде прилипли крошки. Эм, ну да. Так вот, я вроде той мамаши. Разослала всему миру роман с сопливым носом, решив, что все будут воспринимать его так же, как я. Так вытри ему сопли и покажи во всей красе. Ага. Кажется, именно для этого и существует редактирование. Я слышу, как Дженни вздыхает. Энни, ты хочешь сказать, что разослала книгу литературным агентством, даже не отредактировав её? Дженни долго и заразительно смеётся. Я ничего не могу с собой поделать, и широко улыбаюсь, сворачивая на Тригантер Роуд. Я была словно на крыльях, — сиплю сквозь смех. Я наконец-то это сделала, понимаешь? Написала столько слов и дошла до конца. Ага, и я тобой горжусь. Но ты должна была как минимум дать мне почитать роман, прежде чем посылать его агентством. Что? Нет! Если ты даже мне не даёшь читать, то зачем отправляешь его незнакомым людям? Ладно, отключаюсь, я почти у дома. Я ковыляю к концу улицы, где меня дожидается Дженни, сидя на ступеньках крыльца. Мамин дом притулился в самом конце вереницы роскошных домов, как неуместный гость на вечеринке. Я машу Дженни. Она стряхивает пыль с шикарной юбки и проводит рукой по длинным чёрным волосам. У неё безупречный вкус, и я разглаживаю своё пышное летнее платье, жалея, что купила эту громадину. По какой-то причине меня как магнитом тянет к платьям, в которых я выгляжу как призрак викторианской эпохи. А бледная кожа и белокурые локоны только подчёркивают эффект. Так что, наверное, бороться с этим бесполезно. Как и моя мама, мы с Дженни учились в колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина. Её родители переехали в Лондон из Гонконга, когда она была ещё совсем маленькой. Они замечательные люди. Я никогда не признавалась в этом маме, но временами я тосковала по стабильной семье с отцом, братьями и сёстрами. Поэтому после школы шла не домой, а к Дженни. Даже когда та уходила на занятия теннисом или ещё куда-то. Её родители позволяли мне делать у них уроки, и я болтала со всей семьёй и вдыхала ароматы настоящей домашней еды. Окончив колледж, Дженни так твёрдо встала на ноги, как будто уже получила работу мечты. Она отвергла предложение заняться дизайном королевского Альберт Холла и вместо этого присоединилась к команде, украшающей витрины в Харатс. Она посвятила этому всю себя, создавая шедевры, в особенности на Рождество. «Ну что ж», — вздыхает она, беря меня под руку, «посмотрим, что приготовил для нас подвал твоей мамы». Мы на мгновение останавливаемся, чтобы посмотреть на дом. По бокам от монументальных каменных ступеней, ведущих к парадной двери, находятся два мрачных эркерных окна. Когда-то давно дверь, видимо, была зелёной, но краска с годами облупилась, а дерево немного покоробилось. Но я всё равно люблю эту дверь. Над мостовой возвышаются четыре этажа выбеленного былого величия, а окна до сих пор закрыты старыми бархатными шторами. «Спасибо, что согласилась помочь», — говорю я. «Не понимаю толком, за что благодарю, ведь я выросла в этом доме. И хотя в нём всегда жили только мы с мамой, я была здесь счастлива. Думаю, я просто благодарна за то, что Дженни появляется, стоит только позвонить, даже если это предложение — вместе разгрести старый подвал». «Легче лёгкого», — отзывается Дженни. «К тому же на прошлой неделе ты уже сделала самую тяжёлую работу». «Ох, не напоминай, там столько коробок и сундуков было, а грузчики, которых я наняла, настоящие деревенщины, просто закинули всё в свой фургон. Кажется, я слышала звон битого стекла». «Но я вписала свою фамилию и отправила всё тёте Фрэнсис в её странный дом в Дорсете. Надеюсь, она не слишком рассердится, когда неожиданно прибудет её старое барахло. Но мама настаивает на превращении подвала в студию». «Дом ведь принадлежит Фрэнсис, да?» «Именно так». «Почему я так мало о ней слышала и не знакома с ней?» Удивляется Дженни с лёгким намёком на напряжение, как будто подозревает, что я не поделилась с ней чем-то важным. «Не принимай на свой счёт. Я тоже никогда с ней не встречалась. Она не любит Лондон и вообще домоседка. И так богата, что даже не проверяет, что здесь происходит. Похоже, она каждую неделю посылает маме деньги. Это глупо и старомодно, как деньги от родителей в детстве. Но мама не такая гордячка, чтобы отказываться. Однажды я спросила маму, почему тётя Фрэнсис присылает деньги. А она просто отмахнулась и пожала плечами. «Хм», — фыркает Дженни, переваривая новую информацию. «Неприятно это говорить, но что будет, когда она умрёт? У неё есть дети, которые выкинут вас из дома?» «Нет, всё унаследует мама». Я мысленно готовлюсь к реакции Дженни, потому что лучшая подруга на протяжении последних шестнадцати лет вроде бы уже должна быть в курсе. И я ничего от неё не скрывала. Просто эта тема никогда не всплывала в разговорах. Тётя Фрэнсис настолько далека от нас, что для меня дом как будто наш. Я и забыла о её существовании, пока не пришлось разбираться со старым барахлом. Но Дженни только присвистывает. «Фамильное состояние», — говорит она, закатывая глаза. «А я-то думала, это всё выдумки, и такое бывает только в кино». Мы толкаем тяжёлую входную дверь, конечно, не запертую. Мама никогда её не запирает. Говорит, если кто-нибудь решит ограбить дом на Тригантер-Роуд, то выберет другой. Я обвожу взглядом кирпич на стенах в коридоре и редкие клочья штукатурки. Мама права. Грабителю достаточно взглянуть на отслаивающиеся обои, и ему тут же станет ясно, что брать здесь нечего. И это будет ошибкой, потому что многие мамины картины стоят целое состояние. Но она не продаст ни одну из ранних работ, хранящихся в доме, потому что слишком сентиментально.